МОЛОКОЙ МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ Так, самое недорогое молоко теперь стоит 80 евроцентов за литр. Сливочное масло на 40% больше. Кроме того, за год почти на 10% подорожали сливки, йогурт и творог. Повышение стоимости продуктов радует фермеров. Так, глава немецкого общества фермеров Гюнтер Фельснер сообщил, что, наконец-то, цена лучше отражает актуальную ситуацию на рынке. Депутаты Бундестага повысили себе оклад почти на 310 евро с июля этого года. Решение окончательное и больше обсуждаться не будет. Между тем, Федеральное статистическое управление должно предоставить окончательные данные о развитии номинальной заработной платы в предыдущем году до 31 марта. После этого депутаты планируют пересмотреть минимальную заработную плату в Германии и при необходимости ее увеличить. К другим темам. Группа ученых из Гейдельбергского университета выяснили, что употребление алкоголя при инфицировании COVID-19 усиливает способность вируса проникать в легкие и провоцирует риск развития тяжелых форм коронавируса. Исследователи провели эксперименты с участием грызунов, которым вводили в организм дозы алкоголя. Европейские ученые заявляют, что ежедневное употребление свежемолотого кофе может продлить жизнь. Исследование продолжалось 11 лет. В результате добровольцы, выпивающие 3 чашки напитка в день, сталкивались с преждевременной смертью на 12% реже. Положительный эффект отмечен лишь у тех, кто употреблял свежемолотый, а не растворимый кофе. Ученые считают, что польза этого напитка обусловлена содержанием в нем антиоксидантов, а не кофеина. Список дендрологических памятников природы Германии пополнился 12-м деревом. Им стало 160-летнее мамонтово дерево, высотой в 33 метра из Бремена. Дерево было посажено к открытию Ринсенбергского кладбища в 1875 году. Здесь, кстати, похоронены многие известные личности, политики, представители предпринимательских династий, музыканты и другие знаменитости. Среди них, например, создатель кофейной империи Якобс Йохан Якобс.